Так, у меня вопросы. Я знаю, многим интересен DreamSMP, но этот ролик тоже заслуживает вашего внимания. Давайте такой маленький уговор. На том видосе набирается... 85 лайков, и я делаю следующий разбор персонажа. Учитывая то, что видео по DreamSMP обычно набирают по 1000 просмотров, это будет несложно. Кстати говоря, я уже отснял вторую часть, и она получится намного лучше, чем первая. Короче, видео справа сверху или в описании. А теперь, наконец-то, переходим к самой сути. Здорово. В вопросе о ком будет следующее видео победил Джордж, и я, как вы могли понять, буду рассказывать о нём же. Итак, Георгий Нинадин... Кхм-кхм-кхм-кхм... Джордж Нотфаунд, второй участник всеми известного сервера DreamSMP, присоединившимся 24 апреля 2020 года. А также когда-то он был королём. Давайте перейдём к истории данного человека. Первоначально Джордж сыграл большую роль в выборах Лманбурга, как кандидат на пост вице-президента SWAG 2020. Во время президентских дебатов в Лманбурге выступил против Томми и распространил сообщения SWAG 2020 в своих социальных сетях. Однако его репутация и доверие к Вакити пошатнулись, после того, как он просто взял и не явился в ночь выборов. После выборов Джордж был назначен вице-президентом Шлатта. Однако, несмотря на это положение, Джордж мало что сделал для Лманбурга. В конце концов, он переехал с Сэмом в свою маленькую базу, так как считал себя слишком слабым, чтобы играть роль в каких-то конфликтах. Во время восстания Манбурга, Джордж спал и не играл никакой роли в политике Лманбурга, в результате чего Квэкетти стал раздражать Джорджа. В конце концов, Квэкетти начал обвинять Джорджа в том, что он привел Шлатта к власти, поскольку он не явился в день тех самых выборов. В день войны Манбурга против Пактопии Джордж присутствовал на сервере, но вместо того, чтобы сражаться на войне, он построил дом далеко от места действия. В результате он почти не подозревал о происходящем в Манбурге. Видев в чате, что они просто убивают друг друга. Дальше будет то, что я уже два раз рассказывал, но... Томми и Ранбу обрушились на новый дом Джорджа 28 ноября 2020 года, разграбив его и оставил безобразные таблички. Пытаясь покинуть место преступления, они сожгли части дома. Дрим первым заметил повреждения и немедленно принял меры против Томми, до того, как заметил Джордж. Когда Джордж зашел на сервер, он был потрясен, но легко устранил повреждения. Джордж не сыграл большую роль в изгнании Томми, но Дрим использовал горе как главный довод в его изгнании. Ну а потом там был суд и... так сказать, лавку Томми прихлопнули. Джордж, которому как обычно скучно на сервере, решил построить Макдональдс после того, как его забанили в приложении ТикТок. В этом ему помогли Дрим Икс Ди, Квекити и Бэтбэй Хэйло, и он сжёг здание Дил Ор Ноу Дил. Однако в процессе строительства между ними и Квекити возник маленький конфликт. Квекити буквально унижал Джорджа. Стоп! Стоит. Стоп! Здорово, Джордж. Здорово, Джордж. Вы будете извиниться за эти швы? Нет, я... А после Джордж по своей случайности угодил в яму с лавой. Ну и... Он вел себя грустно, и, казалось, плакал из-за всего этого. Однако он преодолел это, и Дрим Икс Ди, казалось, мучил Квекити, пока он не умер. Также Томми и Таба, увидев Джорджа в Макпуфе с Лил Нос Икс, решил зайти в это здание и убить Джорджа. Джордж потерял один из щитов Дрима, чем Ессен Пень был расстроен. Однако щит забрал Лил Нос Икс и позже передал его Карлу. 7 февраля 2020 года Джордж решил почувствовать себя вандалом, и в итоге разгромил тюрьму. А, ну как сказать, он разбил один блок черного камня. Он хотел, типа, пошутить, сделав вид, что он хочет освободить Дрима из тюрьмы и вернуть его на свободу. Но Сэм, взбешенный действиями Джорджа, заметил блок и пригрозив ему, что если Джордж снова попробует совершить подобное, Сэм просто возьмет и заберет все его каноничные жизни. А также Георгию Ненайденому снился сон. Рассказывать о нем довольно много, что даже на отдельный видос, думаю, хватит. Когда-то я все же сделаю об этом видео, ну а пока переходим ко второму участнику Дрим СМП. Квекити, 20-й член Дрим СМП, присоединившимся 17 августа 2020 года, и был президентом Эль Рапид. Честно говоря, я вообще... за что это... надо будет почитать когда-то. Он также был бывшим государственным секретарем и вице-президентом Алманбурга при администрации Тубо, новобранцем Поктопии бывшего вице-президента Алманбурга и бывшего гражданина Дрим СМП. Война Манбурга против Поктопии. Квекити была известна о приближающейся войне, поэтому он подготовился. Ну, как сказать подготовился. Он постоянно умирал и терял полученную незеритовую броню. Сэм попытался помочь ему, предоставив ресурсы для добычи большего количества незерита, но Квекити также всё просрал. В день войны Квекити обсудил с Таба их мысли о том, кто бы мог быть передателем. Он также получил полный набор алмазной брони, а позже смог получить полный набор зачарованного незерита из хранилища Техноблейда. Квекити сражался бок о бок с Поктопиенсами, пробивая в самое сердце Алманбурга. Последние минуты жизни Шлата, Квекити кричал на него, что он слишком далеко зашёл. И что, Манбург мог бы стать великой нацией, если бы Шлата не был плохим лидером. Также Квекити, как мы все знаем, участвовал в казни Техно. Давайте я по фасту пройдусь по этому событию для тех, кто забыл или не в теме. На Техноблейда объявили охоту. Когда Квекити и его армия Мясникова приблизились к дому Техно, они вступили в драку. В конечном счёте победил Квекити, и они пошли в Манбург, чтобы казнить Техно. Но нежданно-негаданно он выживает и сматывается оттуда к чертям собачьи. Квекити догоняет его в последней диспетчерской, где он потерпел поражение от кирки Техно. Ладно, думаю пока, что мы будем понемногу заквадрачиваться. Я рассказал не сильно много о Квекити, да и честно, рассказывать особо и нечего. Что-то я рассказывал в предыдущих выпусках, а что-то рассказывали уже другие ютуберы. И да, думаю о нашем договоре вы помните. 85 лайков, и я сразу же после второй части выживания делаю видос по Дрим СМП. Ну, кстати, на вторую часть тоже желательно столько наставить. Ладно, скоро в сообществе я устрою новый опросник, где вы также будете влиять на судьбу следующего разбора персонажа Дрим СМП. Всем спасибо, и увидимся уже на второй части выживания. Извините, что так о нём говорю, просто я всё же хочу, чтобы мои видео смотрели не только ради Дрим СМП. 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 Продолжение следует...